Продолжение следует... Добрий вечір. 24 червня на Федотовій косі за колишнім селищем Степок встановили шлагбаум. Чому обмежили рух автотранспорту та скільки відтепер коштує проїзд на заповідну територію – про це сьогодні у темі дня. У студії для вас працює Віктор Дерев'янко. Дякуємо за мову жестів Галині Воротніковій. Нагадую, що долучитися до нашої розмови можете за телефоном 239-02-19, у коментарях в Фейсбуці або на нашому сайті дивитися ефір, прямий ефір нашої програми. Вітаємо у нашій студії директора Національного природного парку Приазовського Дмитра Воловика. Вітаю, пане Дмитро. Доброго вечора. Саме на території парку знаходиться Федотова коса. Також ми запрошуємо заступника голови громадської організації «Екокорпус» у Запорізькій області Віктора Шейка. Але, на превеликий жаль, під час дороги до нашого ефіру у пана Віктора зламалася машина, тому він затримується і ми будемо його чекати протягом ефіру. Ми маємо фотографії нового шлагбаму, який був поставлений на Федотовій косі 24 червня. Дякуємо, пану Дмитру, за надані фото. Давайте подивимось. Це є той самий новий шлагбаум, який стоїть на в'їзді до заповідної зони, правильно я розумію, пан Дмитро? До ланшатного заказника. До ланшатного заказника, так. І в мене є до вас питання, пан Дмитро. За вашу ініціативу, був власний встановлений своїй шлагбаум, ви підписали відповідне розпорядження. Чому? Чому? Наказ. Чому? Пан Дмитро по даній перші запрещено кроме спеціального транспорта і либо транзита. Много лет теріторія природно-заповідного фонда є містом віддіха одного дня. То есть люди приезжают на автомобилях, вываливают с собой сопутный груз, мусор, прекрасно отдыхают на территории заповедника, уезжают, ну и оставляют огромные кучи мусора. Пан Дмитро, стосовно смятя, також мы маем фото завалив смятя, которые оставили после себя туристы на передодне установления шлагбаума. Цель фото також вы нам надали на передодне. Так я понимаю, это было фото сделано? Нет, это фото альтернативного участка, на который не распространяется наша деятельность. Эти фотографии, вот именно эти фотографии являются научным прикладом, то есть существующей ситуации, которая есть на Федотовой косе, но за которую не отвечает национальный партнер. Но это також территория самозаказника, так? Да, то есть за эту территорию, к сожалению, мы пока не отвечаем. Наш парк 22 апреля провел очень серьезный экологический фестиваль, называется «Азов Гринфест». 200 человек в воскресенье вышли, убрали эту территорию. Вечером в Кирилловке был очень здоровый, серьезный концерт. Главным гаслом, главным девизом этого о том, что мусорить на Федотовой косе запрещается. Прошли праздники, День Конституции. То есть мы когда убирали в квитне месяце, мы вывезли больше 10 тонн мусора. То есть вычистили, была все красота. Приехали люди на День Конституции. И после этого были просто колоссальные завалы мусора. То есть силы, усилия, пропаганда и все остальное пошли просто зря. Поэтому 24 апреля было, скажем так, более эмоциональное решение о том, что до решения проблемы, что делать с захорощением, мы приняли решение временно ограничить въезд транспорта. Выдавали перепустки на остров Берючий и на лагеря и базы отдыха Золотого берега. Пан Митро, а вот эта территория, на которой, в принципе, и стоит шлагбаум, что это за территория взагалом? Это уникальный ландшафтный заказник местного значения, который принадлежит национальному парку и является землями природно-заповедного фонда, где определен режим регулируемая рекреация, то есть специальная администрация, то есть парк определяет, как непосредственно ее надо использовать в зависимости от научных обгарантований. Науковцы, то есть экологи, рассчитали, что предельное количество автотранспорта на этой территории не может превышать 40 машин в сутки. Соответственно, свыше 40 машин в сутки это идет дополнительная антропогенная нагрузка. Соответственно, ну, мы немножечко наперед забегаем, как рассчитывалась калькуляция, это уже был следующий шаг. Пан Митро, стосовно калькуляции мы поговорим позже. А именно на этой территории, где я установил шопал, навколо ней, Чи есть там базы отдыха, чи есть там, возможно, наметовые местечки? Каким образом там отбывается заголовный отдых? Смотрите, территория ландшафтного заказника Федотовая коса полностью освобождена от баз отдыха, от наметовых местечек и прочее. То есть там нет ни единого отведенного земельного участка, который бы противоречил его целевой основной деятельности. Данная территория смежества, да, есть такая красивая база Азов, Шалея там и прочее, то есть территория Степка, они его используют непосредственно как пляж для отдыха своих отдыхающих. Ни единого препятствия, чтобы граждане приходили купаться, заходили, разбивали палатки, национальный парк не выставлял и сейчас не выставляет. То есть сегодня вход, размещение палаток, организация короткочастного видпочинку для всех граждан нашей Украины является абсолютно бесплатной. То есть непосредственно цели и задачи по ограничению ложится непосредственно на автотранспорт. То есть мы обратились в Министерство экологии, да, то есть перекрыли шлагбаум, пропускаем только транзитом, обратились в Министерство экологии и спросили, то есть эта территория наша, ее необходимо убирать, вывозить мусор, обслуживать раз, два, три, четыре, пять. Для этого надо 270 тысяч гривен в месяц. Это составляет там уборщики, вывоз ТБО, грядирование дороги и прочее, прочее, прочее. Министерство экологии нам сказало, денег мы вам не дадим, рыбы не дадим, мы вам дадим удочку. Напомнили нам, что еще с 96-го года постановой Кабинета Министров утверждены платные услуги, которые должны оказываться непосредственно национальным парком. Соответственно, мы взяли законодательное поле и применили ее непосредственно к этой территории. Пан Митро, сколько сейчас вартость проезда сяга, заезда точнее на территорию, на отпочинок сам для автотранспорта? Значит, стоимость автотранспорта, стоянка непосредственно на нашей территории составляет 200 гривен в сутки. Она состоит из части, которая отходит национально-природному парку. Это 30 гривен, а эти 30 гривен, которые получают, условно говоря, раз в 10 дней перечислением на специальный счет, расходуются исключительно на баки ТБО, на биотуалеты, на сертификацию морского дна, то есть у нас ходили водолазы, проверяли, где там торчит арматура, вытаскивали, на вышку для спасателей. Остальные 170 гривен, которые в открытом порядке, то есть национальный парк объявил на своем сайте, на своем фейсбуке объявил конкурс, что парк ищет субъекта предпринимательской деятельности коммунальщика, который будет убирать 4,5 километра Федотовой косы. Были предъявлены очень жесткие и очень серьезные требования. Это первое, официальное оформление людей, не менее двух человек на один километр погонный, с уплатой всех ЕСВ и прочих налоговых отчислений. Это уборка косы, вывоз ТБО, это грейдирование дороги, обслуживание биотуалетов. А податки? Ну, естественно, 5% податку и предприниматель официально заявил, что у него 10% рентабельности. А 5% я попрошу, это миссцевый податок? Это общий единый налог, который, ну да, это единый податок, который исплачивается усима субъектами по, по-моему, второй группе. Я вам так сейчас не скажу. То есть это официальные налоги. То есть составляющая непосредственно заработок, который, ну, калькулируется и проверяется, ну, всеми службами, начиная от аудита, заканчивая там правоохранительными, упираются в то, что себестоимость обслуживания непосредственно уборки и содержания этой территории составляет 170 гривен непосредственно обслуживания. 30 рублей – это материально-техническая база, 30 гривен с каждой машины. Это покупка… Да. Да, 30 гривен. Это покупка ТБО, ну, то, что я уже сказал. Главным моментом задачи, которая требовалась, это, во-первых, открытость. Для этого мы поставили задачу обеспечения электрическим шлагбаумом раз, пунктом пропуска, на котором дежурят государственные службы охраны парка, и третье – обеспечение непосредственно телевиденаблюдением. То есть эти все требования были выполнены. Поэтому я вам скажу, основной задачей, которую мы ставили непосредственно, это ограничение машин. Потому что, кроме того, что это классные пляжи, там красиво, хорошо, это, в первую очередь, является территорией природно-заповедного фонда. Вы скажете автомобиле, например, если автомобиль заезжает на 5, 7, 10 дней, как это регулируется? Он платит один раз автомобиль, это его 200 гривен, или это 200 гривен за добу? За добу. За добу. У отдыхающего есть серьезная альтернатива. Первое. Он может остановиться на шлагбауме, взять вещи, рюкзак, палатку, все остальное, пройти, выбрать себе место и абсолютно бесплатно отдыхать хоть до Нового года. Мы будем за него убирать, вывозить мусор, обслуживать биотуалеты и прочее. Есть второй момент. Он может заехать на территорию, разгрузить вещи, уехать где-нибудь на степке, либо рядом с берючим, оставить машину под охрану. Тоже, наверное, чего-то заплатит. Третий вариант. Он может засеть 4,5 километра от шлагбаума и проехать на тот же самый Федотовую косу, где отдыхать абсолютно бесплатно со своим автомобилем, рядом с палатками, но, извините, будет мусорить и жить в этом мусоре. Фото, которые я вам предложил увидеть, это именно фото альтернативы, где национальный парк не осуществляет свою деятельность, то есть не вывозит, дорогу не чистит. Ну, это, честно говоря, это ужин. Пан Метро, а стосовно, вы кажете, 200 рейн, мы вам казали, за автомобиль. Чи є різниця автомобиль, мотоцикл, автобус, микроавтобус? Никакой градации непосредственно на микроавтобус. Мотоциклы вообще не входят в этот мотоцикл. Абсолютно спокойно можно... Безкоштовно? Безкоштовно, да. А якщо, наприклад, електромобиль, екологичний, чистый вид транспорта? А основной вопрос загрязнения является не его двигатель. Основное загрязнение — это сколько с собой перевозят люди мусора в своем багажнике. Разговор о том, что мы вот отдыхаем, да, и с собой вывозим мусор, и после нас честно, ну, чисто, да, не выдерживает абсолютно никакой критики. Потому что мы ездим, фиксируем каждый день факты вывоза мусора, а именно те кемпингисты, которые находятся за нашей территорией, и вот отдыхают, как оно положено. Это мы убираем непосредственно территорию. Пан Митро, а че є, наприклад, якісь скарги від відпочивачів, які заїжджають на цю территорию стосовно того, что вот поставили шлагбаум? Конечно, конечно. Ну, главный вопрос... Як ми керівництво національному природному парку реагує на це? Да, ну, смотрите, ни одному отдыхающему в голову не приходит ломать шлагбаумы на следующем національном Азово-Сивашском заповеднике, это берючий. Там испокон веков стояло три пункта спостереження, стоять в жизни, никому не кричали, вы нарушаете наши права, потому что это земли ПЗФ. К сожалению, очень много лет эта территория использовалась варварски, то есть ее закидывали мусором, пластиком и прочее, и народ к этому привык. Топутся справозвучка. Это выключено справозвучки. Я вам скажу так, Кирилловская национальная полиция в первое время выезжала, ну, наверное, каждые 20 минут. Честно говоря, мы уже разговаривали, давайте поставим там стационарный пункт, чтобы регистрировать... По полиции. Да, по полиции, чтобы регистрировать официальные жалобы. Были официальные жалобы, ну, то есть они же правоохранительные органы, если кто-то чего-то делает неправильно, они обязаны либо предотвратить незаконную предпринимательскую деятельность, либо у них будет, мовча, злой возгода. Было возбуждено ЕРДР, причем ни одно. Мы предоставили, ну, вот такую вот пачку документов, то есть непосредственно, что это территория наша, что правоприменение это наше. А какие это самые документы? Положение о национальном парке, положение о Федотовой кассе, порядок использования, закон Украины про ПЗФ, переходные положения, в которых сказано, что заведведывание парка... Прошу, пожалуйста, для наших того, что такое ПЗФ. Закон Украины о природно-заповедном фонде. То есть в переходных положениях, которые вступили в силу в том году, там украинским по белому написано, что за посещение парка может справляться плата. А в положении про Федотовую кассу, в наказах по непосредственно администрации, в порядке использования этой кассы весь механизм от начала до конца прописан, и разночтений там не получается. Для того, чтобы мы избежали каких-либо коррупционных, да, именно моментах, то есть сказали люди, вот вы сидите на шлагбауме, просто стряжите деньги, и до свидания. Во-первых, мы уведомили сразу национальную полицию, Кирилловский постсовет, пограничникам, потому что это является прокордонно-охоронной зоной. Я вам скажу больше, даже в службу безопасности, на всякий случай, все эти папки документов, все отправил, чтобы потом не возникало вопросов. Национальный парк себя, во всяком случае, считает достаточно серьезной организацией. Мы на сегодняшний момент, в Кирилловском постсовете, затянули инвестиции на 90 миллионов гривен. То есть я вам скажу так, этих денег, которые получает парк, до канадской границы добежать нам не хватит. Это мировая практика, которую мы в своей стране обязательно должны внедрять. Пан Митро, я хотел вас запитать. А национальный природный парк, так, Шлагбаум, национальный природный парк, хіба не финансуется с держбюджетом на прибирание? Нема такой график? Национальный природный парк до прошлого года финансировался выключенно на заработную плату государственным инспекторам и на коммунальные услуги. Все. Прибирание не входило в коммунальную послуги? Пробирание коммунальной услуги – это свет за помещение, в котором сидит парк. Ни единой, больше копейки. Ни на форму, ни на бензин, ни на автотранспорт, ни все остальное, к сожалению, нашим министерствам предусмотрено не было и нет. Для этих целей министерство экологии говорит, у вас есть платные услуги, у вас есть шалейный, рекреативный ресурс, вы самодостаточные субъекты хозяйствования. Поэтому ваша основная задача, кроме природоохоронного, там идет через запятую, природоохоронного, наукового и рекреативно. И вот как в законе о природно-заповедном фонде, так и в положении развития курортного бизнеса непосредственно, является основной задачей в соответствии непосредственно с режимом. У нас есть, допустим, заповедники, в которые даже работникам парка заходить нельзя. Это остров Дзензик, заплавы реки Берда, на молочном лимане Викторовская коса. Туда заходить вообще нельзя, потому что есть режим, даже конституционное право на... Так званая, возможно, зона абсолютной заповедности, чем нет? Нет. И территория парка делится на три части. Это заповедник, согласно режиму, куда ноги человеку заходить можно, если очень серьезная экологическая катастрофа. Вторая, это зона регулируемой рекреации, то есть специально созданная администрация самостоятельно определяет ее режим, то есть согласно положению. Если в положении о, допустим, заказнике написано запрещено, то это значит запрещено. То есть если можно заходить в каких-то местах разводить огонь, пожалуйста, палаточку в строго ограниченном месте. Эта территория кардинально отличается от пляжа в Кирилловке, муниципального пляжа, потому что задача и эта земля, она выведена из любого хозяйственного оборота, то есть Кирилловский или, допустим, смежный постсовет, он не может распоряжаться данными территориями, для этих целей была создана специальная администрация, это парк. И самый главный остальный момент, то есть у нас идет все побережье, два километра от уреза воды, от границ Херсонской области до границ Донецкой, это зона хозяйствования. Вот на хозяйственной зоне можно заниматься чем угодно, главное, чтобы не было ущерба природы. Вот три основных камня. Повторяючись въезд Я вважаю, это правильным, потому что на сегодняшний день люди абсолютно не прибирают. Они абсолютно не убирают. Что до того, чи законно установление шлагбауму в червні 2019 ми звернулися за коментаром до речника прокуратури Запорізької області Андрія Рибальченка 19 липня. Сьогодні, 24 липня, він повідомив, що він не зміг дозвонитися, аби дізнатися про ситуацию до відповідного співробітника прокуратури, який відповідає за це питання. Сподіваємося, що ми таке отримаємо відповідь від Запорізької прокуратури. Пан Дмитро, ми відчули у коментарі від пана Малєєва, що 5-6 років тому прокуратура заборонила встановлювати шлагбаум. Зараз прокуратура не забороняє встановлення шлагбауму? І чому тоді не можна було, а зараз можна? Ну, во-первых, прокуратура не може заборонити або не заборонити. Прокуратура определяє законність. Законність определяє суд і правоохранительні органі. С 24-го іюня по сьогоднішній момент уже прошел місяць. Тобто, правоохранители в будь-якому случае обязані були отреагувати законно, це незаконно, приїхати, опечатати, ну, по меншій мере, составити адміністративний протокол занятий Незаконність. Незаконність Несобственные полномочия. Поэтому брать за использование территории, которая тогда и сейчас не принадлежала Кирилловскому постсовету, это и являлось основным камнем преткновения. Потому что собственник этой территории является государство. Национальный парк является представителем государства на этой территории. Директор, который подписал приказ об ограничении, преследует в первую очередь интересы государства в данном вопросе. Поэтому в 2014 году деятельность Кирилловского постсовета была прекращена именно на этих основаниях. Дякую, пане Митро. На жаль, наш эфирный час уже закінчивается. А нагадуем нашим тогадачам, что мы говорили про установление шлагбаума на Федотовій косе за наказом директора природного парка Прязовського Дмитра Воловака. Дякуємо нашим тогадачам, что были с нами. Нехай ваш отпечаток будет корисным, а главное, чистый и экологический. Дякую, что были с нами еще раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин